Пожалуйста, Игорь Иванович. Ну, я человек немного отдаленный от, скажем так, научной и исследовательской деятельности. У меня совершенно другие интересы. Также и от такой глобальной экономики я даже не занимаюсь ядерной физикой. И в основном интерес именно касается того, что мы обсуждали, ну, земли и, конечно, молодежи. Ну, прежде всего, о молодежи. На фоне Дагестана и всего, что происходит в Дагестане, Кабардино-Балкария, действительно является, на первый взгляд, спящей красавицей, как в свое время нас отректировал Джохар Дудай. И с тех времен попытки разбудить эту спящую красавицу как-то частично только увенчались успехом. Пока что, несмотря на большие усилия, этот процесс идет очень медленно. Ну, прежде всего, что касается молодежи. В Кабардино-Балкарии нет никаких предпосылок и почвы для развития как исламского экстремизма, так и тех негативных процессов, которые у нас происходят. Все эти процессы созданы искусственно и давно перешли в рамк бизнеса и государственной политики. Фактически, в исламском направлении образование молодежи очень низкое. То первое поколение исламистов, которые учились где-то за границей, там, в Саудовской Аравии, в Пакистане, их уже нету в природе, они просто физически уничтожены. Молодое поколение, которое пришло им на смену, они ценности совершенно другие, даже манера разговаривать совершенно другая. Если мы сравним тогдашнего эмира Астемирова с теми, кто сегодня руководит вот этими подпольями, это совершенно разные люди. И такое ощущение, что к этому состоянию, скажем так, вот этот контингент был приведен целенаправленно и планово. И те методы борьбы, которые сегодня применяются против них, буквально загоняют эту проблему вглубь, и ни конца, ни края нет. И силовой вариант, исключительно силовой вариант, который применяется против них, на сегодняшний день совершенно неэффективен. Он контрпродуктивен по той причине, что процесс стал более жестоким, процесс стал неуправляемым, и, казалось бы, совершенно далекие от этих процессов молодые ребята по непонятным причинам, вдруг, без объяснения причин, уходят в подполье. К примеру, совсем недавно ушел в подполье прокурорский сын, у которого в жизни было все. И догадаться хотя бы, какие мотивы им руководили, когда он шел на такой радикальный шаг, а шаг очень радикальный по той причине, что жизненный уровень среди этих подпольщиков очень низок. На сегодняшний день этот процесс уже все прошел, все рамки и перешел уже в рамки бизнеса. Те подразделения, которые борются с ними, довольно-таки серьезно на этом зарабатывают. Один год службы на Кавказе считается за три. Они получают серьезную зарплату, они получают командировочные, и один час спецопераций тоже оценивается. Настолько последней информации было, это где-то около 20 тысяч рублей. И если посмотреть на те процессы, которые проходили в России за последние 20 лет, когда армия была целенаправленно сокращена, а параллельно выросла МВД, напрямую указывает на то, что внешняя угроза государственности российской значительно ниже, нежели внутренняя угроза, а внутренняя угроза может быть исключительно от собственного народа. И вот в этих позициях расширение именно силовых структур и параллельный спад всего, что касается подготовки молодежи, особенно образования, он заставляет о многом подумать. Относительно образования, Кабардино-Балкарский государственный университет, который является основной кузницей высшего образования, среди самих же студентов в шутку называется «чуть-чуть по-иному». Это звучит как будто где-то учись. И это и горько, и смешно, но именно университет занят процессом производства дипломов. То есть востребована не специальность, а востребован диплом как точка опоры. Вчера буквально Ирина была на нескольких объектах. Она, в этот день я ее предупреждал, попала в дружеские объятия нашей власти. И она с восторгом вернулась от этой общей поездки. И на фоне того, что творится в Дагестане, действительно, в Кабардино-Балкаре есть некоторые экономические подвижки. И именно перевод хозяйства на экономические, особенно на промышленные рельсы, а республика была сугубо аграрной, она имеет некоторое такое эффективное развитие, особенно, если смотреть с Москвы. Исключительно в исследовательских целях. А вот разного рода побочные общие явления, они очень серьезно взрывают обстановку. Ну, к примеру, вот этих объектов, о которых можно, в общем, восторгаться, у нас можно посчитать по пальцам. Вот как предыдущий Аратор говорил, у нас на миллион населения, может быть, они обеспечат вот такими профилифицированной, в общем, работой около тысячи человек. А что делать остальным? К примеру, вот огромный животноводческий комплекс, прямо в предместьях Нальчика. Чтобы обеспечить кормовой базой этот животноводческий комплекс, необходимо около 10 тысяч гектаров земли. Чтобы этот комплекс получил 10 тысяч гектаров, надо раскулачить четыре близлежащих села. На этих 10 тысячах гектаров, во времена того ненавистного колхоза, работали в среднем около 2 тысяч работников, 2 тысяч колхозников. Среднестатистическая семья в республике около 6 человек, то есть около 12 тысяч минимум, могли безбедно существовать на этих территориях. На земле при таком земледелии, в общем, действительно миллионером не станешь, но люди могут жить безбедно и каким-то образом давать образование своим детям и существовать на этой территории, не выезжая за пределы республики. Теперь при использовании вот этих высоких технологий, особенно высокие технологии в животноводстве, это вопрос очень спорный, на этих объектах работает около 200 человек. И что теперь делать 1800, которые остались не у дел, без земли, без собственности? Никакой альтернативы им не предложено. И две перспективы, которые перед ними остались, это устроиться на этот же животноводческий комплекс за визерную зарплату, а ввиду того, что используются высокие технологии, там использование человеческого труда минимальное, или же уехать в мегаполис, преимущественно в Москву, в поисках лучшей доли. Смертность среди вот этих гастрабайтеров, как у нас принято их называть, она стала очень большой. Представьте себе, между Нальчиком и Москвой ежедневно туда-обратно курсируют около 100 автобусов. Что делать с прайдингом? Делаешь там? Так, теперь, и вот в этой ситуации, когда определенный узкий круг людей, которые имеют доступ к бюджету, эти люди, которые вы видели, это не бизнесмены, это чиновники, по большому счету. Я хотел бы задать вопрос. Может ли Маркиз Карабас по совместительству быть еще министром сельского хозяйства? Может ли глава республики объявлять на весь мир, что он инвестирует в туристический комплекс миллиард долларов из своего кармана? Я думаю, может, но прежде всего он должен освободить эту должность. Иначе я не могу понять, в понятиях России, вообще в российской интерпретации, что такое коррупция. Если это нормально, то тогда что такое коррупция? Если допуск к этим ресурсам имеет очень узкий круг людей с ликвидными фамилиями, самой такой затребованной профессией и специальностью в республике за последнее время, в общем, время, стало специальность зятя, или там чьего-то сына. И в этих условиях говорить о каком-то развитии акропромышленного комплекса, особенно если это впереди индустриализация, а между прочим, вот эти огромные животноводческие комплексы, которые были изобретены где-то в Европе, они сами не в состоянии сейчас содержать эти комплексы. Мы же видим периодически, в общем, в спичке вот этих болезней, миллионами вырезается скот, сжигается и закапывается. А этот же скот, который покупается за бешеные деньги в Европе, попадая в нашу действительность, прежде всего попадают в шок из-за тех условий, в которых их содержат. Даже кормовая база совершенно другая. Соответственно, не выдержав всех этих условий, все эти инфекционные заболевания, они все сидят в самой корове. Как только корова попадает в такие условия, у него падает иммунитет, соответственно, вся эта зараза начинает расцветать. Но смысл, по большому счету, не в этом. Смысл в том, чтобы освоить деньги, которые выделяются по национальной программе из федерального бюджета. Мы видим, что люди, которые осваивают эти бюджетные средства, прежде чем заняться этим проектом, сначала меняют машину, потом дом, жену, а уж потом начинают заниматься проектом. Что вы сложите федерального царства? Вот эта промышленная индустриализация, особенно в аграрном секторе, он должен быть очень осторожен. Вот эти темлицы, где вы побывали, ну, я думаю, что вообще логика подсказывает, что гидропонику обычно строят там, где нет нормального грунта, нет земли, нет солнца и нет воды. Ну, слава богу, Кавказ всеми этими щедротами он наделен, в общем-то, до упора. И производить, в общем, вот эти, ну скажем так, группа пластмассовые помидоры, большого смысла нету, потому что в Кабардино-Балкарии традиционно два крупных района, которые специализировались на овощеводстве, на бурцах и помидорах. И возникает вопрос, что лучше развивать дальше те традиционные формы, в том числе и формы животноводства. Наши обгонные пастбища совершенно пустые. Огромные территории, где можно иметь очень большое поголовье скота, лучшее мясо и лучшее молоко в мире по качеству. Такое понятие, как здоровье нации. Человек, который уже пережил 50 лет, он больше смотрит в сторону больницы. А одним из основных критериев здоровья нации является эта экология, это продукты питания. И питаясь вот этими турецкими, а теперь уже и своими помидорами из гидропоники, говорить о какой-нибудь здоровье нации уже не приходится. И вот здесь бы огромное число фермеров, для которых образом жизни является животноводство, земледельчество, независимо от национальности. Есть некоторые специфические особенности. И вместо того, чтобы развивать, помочь этим людям, чтобы они удержались на месте, не выезжали, а занимались тем, чем занимались их предки, мы их, в общем, сейчас государство их целенаправленно раскулачивает, выгоняет с насиженных мест в мегаполисе, буквально, в общем, на днях, Илья мне сказал. Ну, это, говорит, мировая тенденция. Вот в Детройте, говорит, все население, когда завод построили, было вынуждено мигрировать. Я уверен, что в Детройте все, кто мигрировали, имели альтернативу. У нас нет никакой альтернативы. У нас альтернатива поехать в Москву, в общем, куда-нибудь, попасть, в общем, под горячую руку у кого-нибудь с кем-феда и вернуться обратно в Крёпу. И это обретает массовый характер. И сейчас уже люди боятся выезжать. А что делать на месте? Вот эти все вопросы выталкивают особенно молодежь, у которых, у многих из них очень сильно развито чувство справедливости. Молодой человек, в общем, который нуждается в идеологии. Организм, который формируется, он нуждается в идеологии. И на сегодняшний день, кроме вот этой варханалии, кроме вот этой коррупции, а альтернатива ему, именно исламский вот этот экстремизм, ничего на рынке нет. Есть еще рынок насилия. Можно пойти в милицию, если повезет, в общем, выживешь, но можно кого-то пристрелить и что-то заработать. А вот какую-нибудь идеологию, которая могла бы каким-нибудь образом перехватить вот эту инициативу, это национализм, это еще что-нибудь. Любая критика вот этих моментов и критика чиновничьего аппарата, который целенаправленно этим занимается, автоматически переводится в антироссийскую пропаганду. Но если мы и дальше будем так двигаться, мы, Ирина, года два, наверное, об этом все говорили, я вот недавно спрашивал, какие-нибудь результаты у нас будут. Но надеемся, что будут. Но если в ближайшее время очень большая надежда, что после инаугурации что-то поменяется, кого-то послушаем, что-то изменит, но мы здесь ничего изменить не можем. Любая попытка изменить страну, а также изменить стране, заканчивается стрельбой. Это сейчас стало проще простого. загнать молодого человека сначала в ваххабите, потом в лес и героически его отстрелять там значительно лучше, прибыльнее и легче, нежели заниматься политикой, идеологией, пытаться воспитать новое поколение, которое может старшему поколению на каком-то уровне встать и сказать нет. Что это нас не устраивает, мы не можем так дальше жить, что надо что-то менять. Все чувствуют, что что-то надо менять. В принципе, многие знают, в каком направлении единого рецепта нет. А что конкретно поменять, кроме вашего президента, запустим завтра его поменять. А что дальше поменять? Ну и вашего можно поменять. У нас получилось 20-минутное выступление, я действительно хочу услышать, что конкретно мы включаем в программу. Я полностью поддерживаю. Во-первых, во-первых, нам крайне... Вот республика Аграрная, основной капитал это земля. До сих пор нету частной собственности. 131-й закон, тот самый, из-за которого в последние 10 лет было столько сыр-бора, он просто самими федеральными властями он поэкотирован, не выполнен. Он был опубликован в 2002 году, на переходный период было предоставлено 10 лет. И вот в этом году, в марте месяце, этот закон должен был вступить в полную силу. Он не выполнен. Я до сих пор, честно говоря, не пойму, зачем федеральным структурам нужно было этот закон издавать, если он целенаправленно должен был быть не выполнен. И сейчас как поменять? Способов и методов своих или использовать какой-нибудь мировой опыт много. Выход есть. Даже вот этот момент, когда она сказала, что столько уже садов, тысячи гектаров садов, как их разделить? Да очень просто разделить. Пусть этот сад так же и останется, а люди, которые владели этой территорией, получат какую-то долю. Если он будет иметь дивиденды со своего пая в этом саду, плюс еще будет сам работать в этом саду еще и зарплату будет получать, то дивиденды и зарплата уже обеспечат ему нормальное существование, достойную жизнь. И он будет заинтересован в том, чтобы этот сад процветал и работал. Я извиняюсь, это в чистом виде так. А если завтра у него больше дивидендов будет, кто-то у него выкупит, если за два раза дороже, и все выкупит один человек, сюда в наши люди на старое. Да, эта концепция уже была выдвинута лет 10 лет. Он уже прошел. Он прошел. В 90-х... Он ничего не купил. Минуточку. Коллеги, давайте последовать. В 90-х годах нам объявили. У нас... У нас... У нас земли мало. Раздавать его по огородам, делить не в категорической форме нельзя. Какой-нибудь приедет и за бутылку водки у нашей колытьбы выкупит, ограбит, в общем, и уедет. Но... И чтобы кто-нибудь... И чтобы кто-нибудь... И чтобы кто-нибудь... Можно... Простите, я не уважаю друг друга, ладно? Мы должны на своем здоровье. Минуточку, ладно? Я очень прошу всех, уважаемых друг друга, давайте говорим. Слушай, приедет какой-нибудь, который за бутылку водки обманет и выкупит у вас всю эту землю и ограбит. И чтобы кто-то чужой вас не ограбил, мы вас ограбим сами. И это оказалось более весомым аргументом и до сих пор... Вот я, например, называюсь фермером, но я не фермер, я мечтаю стать фермером. Я ориентатор. Я не знаю, кому плачу, за что плачу, потому что даже то село, в котором живу, оно в ужасном состоянии, в его инфраструктуре. А мне хотелось бы и на семью, и на... В общем, на село, и на собственном народе много поработать. Это престижно, это нормально. Но всего этого нет. Весь этот чиновничий аппарат до такой степени все перевернул к самой большой проблеме на сегодняшний день у нас является именно коррупция. И до тех пор, пока федеральные власти не перейдут от концепции борьбы к самой борьбе с коррупцией, ничего не поменяется. В эту коррупцию вовлечены еще... Вот Жан сидит, я хотел ему сказать, дело в том, что существуют некоторые неписанные законы вообще в мире, в бизнесе. Один из таких законов, в общем, гласить, что там, где стреляют, там, где нестабильная ситуация и где инвестиции не возвращаются, туда финансы не идут. В Кабардино-Балкарии ситуация далека от стабильности, но финансы идут. И при том, идут из Франции. Мы, наверное, чего-то не знаем, чего-то недопонимаем. Наверное, французы знают больше, чем мы. В общем, о Кавказе, но очень серьезный контракт, контракт подписан. И я думаю, когда французы подписывали этот контракт, они на что-то надеялись. У кого... Да что? Спасибо большое, Еврагим.